Ну в очередной раз доброе утро, дорогие друзья. Мы рады приветствовать вас сегодня в студии программы «Наше утро». Анна Шамбадал, Степан Оресев, ничего не поменялось, кроме следующего гостя. Да, действительно, вначале нужно сказать новость. 25 и 26 августа Челябинск содрогнется. Если вы думаете почему, то на песчаном карьере рядом с микрорайоном Парковый возле поселка Маховички пройдут ежегодные любительские соревнования. Кстати говоря, по экстремальной технике Челтриал 2018. Да, это уже четвертое соревнование, которое традиционно проходит в Южноуральской столице и собирают они до 4000 зрителей, иногда даже более зрителей, участники, ну просто уникальные события. Традиционно в программе соревнований такие дисциплины, как квадродети, квадроледи, квадроциклы, мотокроссы, питбайки, багги, джиглы, не спрашиваю, откуда это я. Сейчас меня удивляешь. Квадромадрессию. Молодец. Забег мужчин по трассе Челтриал с водными препятствиями назвали суровым челябинским забегом. Победители и призеры соревнований получают почетные и денежные призы. Вот уникальное событие для всех экстремалов. Ну, в общем, сегодня у нас в гостях Рустам Абдрахманов, руководитель клуба любителей экстремальной техники Челтриал, который расскажет все подробности. Доброе утро. Доброе утро, Рустам. Ну, расскажите, во-первых, что за соревнования, кто может в них принять участие и как они проходят. Это для профессионалов или любители тоже могут прийти к вам и испытать себя? Челтриал – это соревнования любителей. Профессионалы не допускаются. Любой желающий может попробовать свои силы, на своей технике приехать и попытать, как говорится, счастье и посоревноваться с другими. Вот. Любительский формат проводим мы четвертый раз, и все больше и больше интерес у любителей, все больше участников и зрителей. Мне кажется, вот, кстати говоря, такой спорт, он обязательно предусматривает зрителей, потому что он очень зрелищный, правильно? Вот и визуальный. А как будете располагать зрители? Будут ли какие-то специальные места? По трассе или специальные фан-зоны? Челтриал чем и уникален, и вообще в регионе такого формата гонок нету. Я называю так, это как бы принцип амфитеатра, да, или колизея. Зрители по кромке карьера смотрят все действия внизу. И получается, от старта до финиша гонщика видно всегда. Это не так, как на других гонках, где на старте только он уехал в лес, где-то там гоняет, и никто его не видит. И видят только, если где-то вот стоят, и мимо проезжающий райдер. А здесь видно все действия от старта до финиша, и это очень интересно. И гонщики едут по разным кругам, можно за них болеть. Кто-то... И нужно, наверное, это делать. Чем громче, тем лучше. Да, нужно за них болеть, да, потому что их видно постоянно. И видно, кто, допустим, опережает, кто-то догоняет. У них постоянная борьба, и это очень интересно для зрителей. А вот Аня тут похвасталась своим знанием Челтриала, рассказала все дисциплины, в которых проходят. Поскольку участников на заезд выезжают? У нас на заезде выезжает по двое. Вот такой принцип дуэль. Дуэль. Вот, проигравший выбывает. Вот, но в этом году, может быть, немножко изменим правила. Может быть, не после первого поражения будет выбывать участник. А может быть, у него будет две попытки. Вот, ну, постоянно как-то идем вперед, и пытаемся, как-то тоже прислушиваемся к мнению райдера. Там, зрителей, и постоянно что-то усовершенствуем, делаем интереснее саму гонку, чтобы она была и интереснее, и зрелищнее. Ну, и, конечно же, как можно справедливее для райдеров. Вот, Рустам, я, к сожалению, в этом году не приму, конечно, участие. Очень жаль. Ну, может быть, когда-то, да. Это экстремально водитель. Я пару раз с ней ездил. Но скажите, пожалуйста, а какие у вас предусмотрены подарки победителя? А вот если я буду участвовать, что вы мне подарите, она хочет спросить? Ну, Челтриал – это, я еще называю ее, коммерческая гонка. На этом соревновании, в отличие от других, да, они просто дают медальку, там, и грамоту. Райдер может выиграть денежный приз. За первое место 50 тысяч, за второе – 25, за третье – 15. Ты зря сказал, что в этом году не будешь участвовать. Так что, может быть, передумайте, все-таки будете участвовать. Время есть, подготовьте. А сколько у вас участников уже зарегистрировано? Участников уже зарегистрировано около 50. Я думаю, будет еще и больше, потому что регистрация прямо на самом соревновании в день. До последнего момента, да? До последнего момента, прямо перед стартом можно зарегистрироваться. Вот, какая-то часть участников заранее не зарегистрируется, а приезжает уже на месте. Давайте еще раз пригласим вот всех абсолютно, когда, во сколько, где? Всех челябинцев приглашаем 25-26 августа на четвертые ежегодные любительские соревнования экстремальной техники «Челтриал-2018». Также приглашаем всех желающих Челябинской области и Свердловской области. У нас несколько областей принимают участие обычно. Так что всех ждем, и зрителей, и райдеров. Все едем к нам в гости смотреть уникальные соревнования. Большое спасибо за беседу. Я напоминаю, что у нас в гостях был Рустам Авдарахманов. Руководитель клуба, любитель экстремальной техники «Челтриал-клуб». Большое вам спасибо за этот утренний визит. Ну, а пока мы только ждем соревнований, уже сейчас можно отправиться на прогулку по городу. А вот какие места посетить, расскажет Дмитрий Лазарев. Ему слово. Продолжение следует... Продолжение следует...